украинцы благодаря деятельности как института национальной памяти такие других организаций как и правительства и парламента и тому подобное и разных политиков и президентов были морально дезориентированы и более того находится в состоянии я называю моральной шизофрении это состояние когда невозможно отличить миф от реальности и этому состоянию подвержены большинство людей которые не обладают достаточной защитой виде знаний они и не должны были понимаете иметь такие специфические знания потому что они знали всю жизнь что если человек сотрудничал они знали всю жизнь наши родители мой дедушка воевавший до и шедший до берлина и на пи у меня есть фотография моего деда на фоне рейхстага и мои родители и все мы все вокруг знали что нацизм был самым страшным злом двадцатого века в результате действий нацистов погибли миллионы людей и мы сейчас в 2000 уже девятнадцатом году и мы сейчас например в результате наши вот это всемирный консенсус всемирный консенсус об этом самом страшном зле подвергается атакам со стороны наших доморощенных специалистов причем это атака она опирается на средства массовой информации вы видели же что за прошедшие годы ветрович сам и его коллеги дали тысячи интервью их пропагандистские фейковые и совершенно лживые вы не представляете до какой степени материалы воспроизводились во всех самых респектабельных изданиях самых широко распространяемых эти национализм нигде не предлагает видос на лист для украины это тупик абсолютно особенно нашу эпоху начать никогда и нигде нациализм не принадлежит не предложил здравой модели развития общества что сейчас он предлагает тупик самоизоляцию начать почва земля начать кровь герои мова все разве с этим мы можем в двадцать первом веке жить развиваться какие экономические модели не предлагают а это же ну для страны это самоубийство я не знаю почему каким образом что случилось украинцами почему украинцы позволили группе этой людей малочисленной вот взять над собой вот это мне что европа она наших лидеров идеологических поддерживают закрывает глаза жюри журит их вот ребята не нами не надо бы вот как она реагирует на подобные факты в основном закрывают глаза конечно же причем так зажмуриваются до крайней степени хотя им известно о том что здесь происходит и я уже не один раз об этом беседовал как с разными политиками так и начать с журналистами на западе и в европе в америке тем не менее начать особенно в америке существует такая точка зрения что пока есть конфликт с россией этот вопрос подниматься не будет мне не будут на обращать меня потому что они считают что по степени серьезности это вещи на перне сопоставимые тем не менее это все это все видно она никуда не уйдет украине придется столкнуться если украина идет например там европейским путем как заявлено там сейчас конституции то с этим придется работать это это однозначно абсолютно для меня это будет опять игры вот это проявление исторической шизофрении когда людям сначала одно в течение 30 лет вдалбливали а теперь например затем а потом придется придется с этим столкнуться и придется и будет такая же геноцификация будет а